МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, на сегодняшний день самый распространенный вид мошенничества, это, наверное, отнесем их, когда завонят, представляются сотрудникам банка. Их можно разграничить на несколько видов, так скажем, когда говорят, что у вас произошло несекционированное списание денежных средств, мы денежные средства ваши, так скажем, остановили, там на какую-то ячейку положили, на какой-то безопасный счет перевели, и вам предлагают сказать номер карты, когда она открыта, и CV-код, который расположен на обороте карты, на самом деле таким способом у нас жулики, так их назову, совершают хищение денежных средств. Вот следующий вид мошенничества, допустим, когда также звонит сотрудник банка, говорит, что на вас пытаются взять кредит. Вот. И аналогичный способ, когда, допустим, кто-то пытается украсть денежные средства также с банковской карты. Вот. Эти мной перечисленные способы, это, то есть, завлечь, так скажем, потенциального потерпевшего, чтобы он сообщил все необходимые, так скажем, свои анкетные данные и номера по карте любого из банков. Как часто жители Барнаула попадаются на удочку мошенников, если мы говорим в цифрах, вот за прошлый год и за первые два месяца этого года? Так, ну, за прошлый год у нас было в городе Барнауле совершено более полторы тысячи мошенничеств аналогичным способом. Вот. На сегодняшний день где-то у нас совершено около 250 мошенничеств. И надо сказать, что это только по Барнаулу? Да, это количество регистраций только по Барнаулу. Если, допустим, проводить какую-то градацию уже иную, допустим, какое количество в течение дня совершается, либо в течение недели. Ну, вот могу привести один из примеров, допустим. В течение недели может совершиться там порядка, ну, 60 таких преступлений на территории города Барнаула. Все данные виды преступлений у нас совершаются жителями других регионов. Это не Алтайского края. Вот. Там могут Новосибирская область, Кемеровская, там либо регионов, там, центральной части России. Вот. Ну и, как правило, данные преступления также совершаются за пределами территории Российской Федерации. Есть вообще такой стереотип, что у нас жертвами мошенников становятся это бабушки, дедушки. Но, мне кажется, в последнее время, в последние годы преступники стали настолько изощренными, и их методы тоже, что уже попадаются на их удочку, извините за тавтологию, уже и молодые люди, которые активно пользуются гаджетами, мобильным банком, то есть, ну, люди там, моего, вашего возраста. То есть так ли это? Или все-таки у нас основной контингент жертв — это вот люди старшего поколения? Нет, правильно вы говорите. Допустим, если когда-то ранее, там, возьмем, отлеснем на несколько лет назад, ну, к примеру, там, 10 лет назад, как правило, таким видом преступлений были подвержены лица пенсионного возраста. Ну, на то время, там, преступления были иного характера, там, допустим, сын попал в ДТП, там, дочь попала в ДТП, там, либо ваша карта заблокирована. Не было вот таких преступлений, как, допустим, звонят и представляются сотрудникам банка. Вот, на сегодняшний же день все слои общества, так скажем, подвержены данному виду преступления, это как и пожилые люди, и пенсионного возраста, там, и средний возраст, и, так скажем, молодые, которые там учатся, допустим, в каких-то высших учебных заведениях, там. Ну, одним словом, все эти лица, которые имеют банковские карты, либо имеют свободный доступ в интернет, там, размещают какие-то свои объявления, там, на продажу вещей, вот, на сегодняшний день тоже, ну, могу сказать, что распространенный тоже вид преступности, допустим, на сайтах Авито, Юла, там, лица размещают объявления, там, о продаже какого-то вида имущества, вот, и либо на WhatsApp пишет преступник, там, готов приобрести у вас этот товар, давайте перейдем, там, по безопасной сделке, там, скидывает ссылку, по которой необходимо пройти, вот. Вот, а на самом деле, так скажем, у нас потерпевший думает о том, что он сейчас получит денежные средства себе, там, вводит определенные поля, опять же, своего карты, там, CV-код, когда она открыта, вот, а на самом деле он перечисляет денежные средства преступнику. Угу. Какой процент раскрываемости таких преступлений, вообще реально ли вернуть деньги? Мне всегда казалось, если это с тобой случилось, то, ну, ты сам виноват, и уже никак нельзя вернуть потерянные средства. Ну, на сегодняшний день, так скажем, такой вид преступности раскрывается не так, как хотелось бы, вот. Вот, ну, где-то одна четвертая данных преступлений раскрывается, вот, преступников, которых мы задерживаем, вот, они в процессе расследования уголовного дела возмещают ущерб потерпевшему. Ну, а, так скажем, которые на сегодняшний день остаются не раскрыты, ну, их очень много, так скажем, в малом случае получается денежные средства где-то остановить на каком-то счету и потом уже вернуть заявителя. Ну, можно сказать, что сейчас такие преступления, они раскрываются успешнее, чем там раньше, либо наоборот, поскольку методы становятся все более сложными, методы мошенников? Ну, методы мошенников, правильно вы говорите, что они с каждым годом становятся все сложнее. Как я уже ранее сказал, то есть, это лица звонят, совершают преступления с других регионов нашей страны, ну, и с других государств, необходимые выезды в данные служебные командировки, проведение оперативно-розыскных мероприятий. Для нас всех не секрет, что многие преступники, которые звонят, представляясь сотрудникам банка, находятся в местах лишения свободы. Я думаю, это правда не для кого-нибудь секрет, и вот есть информация, что, например, в прошлом году двух сотрудников ОФСИН заключили под стражу по подозрению в получении взяток от заключенных за возможность в тюрьмах открывать такие вот колл-центры. Как с этим вообще можно бороться? То есть, это вести работу с операторами связи, с банками, ставить какие-то глушилки, то есть, как вообще с этим бороться, вот именно с этими колл-центрами? На сегодняшний день ведомство, так назову его, ОФСИН, осуществляет борьбу с такими видами преступлений. Вот, ну, хотел бы сказать о том, что на сегодняшний день не все преступления совершаются из мест лишения свободы. Ранее не очень большое количество оттуда совершалось, но сегодня это от всех заявленных всего лишь, наверное, одна четвертое преступление, которое смесь лишения свободы. На сегодняшний день, как мы выражаемся, данные все преступления совершаются, ну, с воли, где мы все проживаем, так скажем. Ну, всегда, кстати, было так интересно, откуда там столько людей, которые, ну, очень похожи на сотрудников банка, то есть, там, с приятными голосами, такие все учтивые, то есть, они этому учатся или как? Ну, да, как вы и сказали, допустим, это такой вид преступления совершают одни и те же лица, допустим, судимые за аналогичные преступления. То есть, судили его, там, отсидел какой-то период времени, освободился, там, и продолжил, так скажем, свое ремесло. Ну, и, так скажем, есть организованные преступные группы, которые уже непосредственно совершают такой вид преступлений, туда уже подбирают, допустим, человека, который будет совершать эти преступления, ему все показывают, рассказывают, и, грубо говоря, он как с листочка берет и читает, когда звонит потерпевшему на сотовый телефон. Что должно насторожить человека, когда ему звонят? Вообще, может ли сотрудник банка звонить и говорить, что там с вашей карты пытаются списать средства? То есть, по-моему, они же не будут вообще звонить, они сразу блокируют. То есть, как это все происходит, когда реально есть какая-то угроза, что там с моим мобильным банком что-то не так? Звонит ли сотрудник вообще? Настоящий? Ну, настоящие сотрудники банка никогда не звонят владельцам, так скажем, карт банковских каких-то различных. Вот, они не будут звонить и сообщать, что у вас там не санкционировано какое-то списание денежных средств. Вот это всегда звонят преступники. Вот. Ну, если бы даже позвонит сотрудник банка, он вам может предложить какой-то вид кредита. И, в свою очередь, сотрудник банка не будет у вас спрашивать какие-то ваши анкетные данные, номера, карт, либо когда она открыта, либо CV-код у сотрудника банка. Это уже все есть, так скажем, в его базе, с которой он работает. А что вообще нельзя называть никому, когда, ну, звонят и представляются сотрудникам банка? Ну, в первую очередь, не надо никогда называть свои номер карты, когда она открыта, CV-код. Это один из способов, с помощью которых уже преступники похищают денежные средства. Вот. Также в некоторых банках там своя система защиты, так скажем, имеется. Это в основном приходят смс-сообщения, либо пуш-коды, с помощью которых необходимо подтвердить перевод денежных средств. Ну, если бы даже кто-то сообщил, допустим, номер карты, когда она открыта, CV-код, ну, ни в коем случае не называть вот это смс-сообщение с этим кодом. Угу. Вот можете вспомнить какой-то случай, самую крупную сумму, которую мошенники похитили, то есть у жителя Барнаула? Вот таким вот способом? Ну, не так давно были похищены денежные средства, наверное, в порядка полтора миллиона рублей. Это когда заявительница обратилась в полицию и, ну, к сожалению, допустим, этот вид преступности, он не так распространен, так скажем, как хищение денежных средств с карты. Вот. Ей позвонили, сказали, вы там приобретали медицинские препараты на таком-то сайте. Говорят, да, приобретала, там, вам положена компенсация, там, я следователь, там, следственного комитета. Вот такой вид преступности, так скажем, он длительный, там, долгое время заявителю звонят, так скажем, и выуживают у него денежные средства, там, вам необходимо, там, на адвоката, там, на перевод денежных средств, там, на комиссию заплатить и тому подобное. Вот такой вид преступления, как правило, преступник совершает около трех месяцев. Ну, вот где-то полтора миллиона было перечислено. Наш интервью почти подошло к концу, и вот сейчас хотелось бы услышать от вас советы для наших зрителей. Наверняка это абсолютно банальные советы, которые мы все знаем, но при этом иногда теряемся, отдаем все свои данные, да, то есть все равно хочется предостеречь людей. Ну, в первую очередь, что жителям нашей краевой столицы хотел бы пожелать и предостеречь их от таких преступлений. Ну, допустим, как делаю я, вы у меня как бы уже за кадром спрашивали, то есть я не беру трубку, если мне звонят с неизвестного номера. Ну, как правило, с неизвестного номера звонят, это, допустим, с 900, там, с какого-то 800, там, начинается, допустим, с 400, 95. Ну, как правило, я уже, как говорится, в этой среде очень давно работаю, ну, я понимаю, что мне звонят мошенники. То есть я просто не беру трубку, ну, допустим, жителям также хотел бы посоветоваться, просто элементарно не брать трубку. Если у вас какие-то имеются сомнения, там, по тому, что у вас какие-то, там, карты, там, кредиты, там, имеются, ну, можно непосредственно после этого звонка самостоятельно позвонить в банк и уточнить, допустим, вы звонили мне, не звонили, там, либо что там у меня происходит, там, с денежными средствами, которые... Ну, если, конечно, кто-то взял трубку, уже не понимает о том, что, там, мошенник это звонит, не мошенник, либо непосредственно сотрудник банка, ну, ни в коем случае, как я уже неоднократно говорил, мне сообщать свой номер карты, когда она открыта, и CV-код. И, опять же, не говорить смс-сообщение с кодом, которое вам пришло уже, с помощью которого подтверждается перевод денежных средств. Допустим, если это, допустим, сайт Авито или Юла, вы там продаете какое-то свое имущество, вот, ну, опять же, не переводить никому никакие деньги или не сообщать аналогичную информацию, которую я уже сказал, это карта, CV-код, и когда она открыта, либо самостоятельно не забивать ее. Ну, в Авито, на интернет-сайте есть такое предложение, когда там безопасная сделка, то есть, ну, продавать, так скажем, свои вещи жителям, ну, своего региона. А когда звонят и представляются, я там откуда-нибудь, там, с Екатеринбурга хочу у вас купить, ну, навряд ли кто-то поедет за каким-то, образно говорю, диваном, который продается на сайте с Екатеринбурга, и его забирать. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был подполковник полиции Алексей Сергеевич Сурмашев. Алексей Сергеевич, спасибо большое за эту беседу. Надеюсь, мошенничества у нас будет меньше, а процент раскрываемости преступлений выше. Спасибо.